Добрый вечер дорогие друзья! Сегодня снова в эфире наша программа Израиль и Лица из хайской студии Оазис Медиа И у нас в гостях сегодня замечательный человек Александр Гульдберг, директор центра Каспари И из Иерусалима, из нашей столицы Добрый вечер Александр Добрый вечер Михаил Ну расскажите в первую очередь наверняка нашим зрителям интересно узнать что за загадочное название такое Каспари Каспари это фамилия Фамилия одного еврея, который родился в ортодоксальной семье с корнями в России в 18 веке Пардон в 19 веке Семья ортодоксальная еврейская, которая переехала из России в Германию В середине 19 века И там Каспари, Карл, его звали, было его еврейское имя, Карл Каспари Там он родился И потом в какой-то момент он уверовал в Ешо, как в мессию После этого, поскольку в то время никакого мессианского еврейского движения еще не было Единственная его опция была быть верующим Это оставить иудаизм и стать христианином Он обратился в христианство Стал лютеранином Принял себе имя Пауль Стал Карл Пауль Каспари Был очень одаренный человек Говорил, по-моему, в шести языках Преподавал теологию Преподавал иврит По-моему, греческий тоже В разных учебных заведениях лютеранских Со временем переехал в Норвегию Он получил приглашение в Осло Преподавать там библейский иврит Для него было сделано исключение Как для еврея Поскольку в то время Норвегия Как и многие другие страны Евреев не хотела видеть у себя Поскольку он все-таки стал христианином То для него было сделано такое исключение Он быстро выучил норвежский И начал преподавать библейский иврит В лютеранских норвежских учебных заведениях А почему я каким-то образом с ним оказался связан Вообще, почему есть такой центр Каспари Потому что эта организация основана Норвежским служением Израиля И норвежцы взяли его имя Поскольку он был не просто еврей Хорошо знавший языки древние и современные Но еще он очень активно содействовал тому Чтобы распространять благую весть Иишу Среди своего народа Замечательная история Это хорошо, когда люди стремятся Распространение благой вести Но, тем не менее, не утихают вопросы И один из таких вопросов А что такое вообще быть евреем? Вот мы в Израиле до сих пор полемика ведется Что такое еврей? А в среде христианской, языческой Ведутся другие полемические беседы А чем это вообще лучше? Есть в этом преимущество какое-то или нет? Это как посмотреть? Я всегда Не говорю, но меня подмывает Сказать с тем, кто считает Что у евреев такие огромные преимущества Но уж столько у нас преимуществ Я всегда думаю А вот много было бы Много было в принципе разговоров Об этих преимуществах еврейских Ну, каких-нибудь там 70 лет тому назад Оккупированные нацистами Европе Христиане тех времен Они тоже с ума сходили Как некоторые сегодня христиане Простите за такое неполиткорректное выражение Они сходят с ума По еврейству и по еврейским преимуществам Они тоже становились в очередь Тогда, чтобы тоже повесить себе Звезду Давида Нашивку И отправиться тоже в концлагеря Или они как-то Немножечко более трезво подходили К этому вопросу То есть Это полка о двух концах Всегда была и всегда будет Ну, а Все-таки мы говорим о мессианстве Евреи, мессиане, христиане Тут как бы смешались В общем, пони люди Залпом тысячи орудий Да А вот что такое мессианство Для Александра Гольберга Что это? Это новая ступень эволюции протестантизма Это наоборот возвращение к неким былым образцам Как оно должно быть Или же это вообще некая альтернативная ветка Возвития цивилизации? Ну, Миш, я не могу вот Говорить за всю Одессу Меня Одесса не уполномачивала Хорошо, ты поставил вопрос Что такое мессианское движение Скажем так, для меня Лично Почему я Себя Не только вижу в этом Почему я являюсь частью мессианского движения Просто потому, что я еврей Вот что бы это ни значило То есть Как мы сказали Это очень непонятный вопрос На самом деле Что значит быть евреем Сколько евреев Столько на эту тему мнений Помножить на три Но И во сколько я себя Считаю Ощущаю Евреем То я являюсь Вот частью этого мессианского движения Это очень сложная штука Я вообще на самом деле Не социолог Потому что Это движение Это в общем некий Социальный феномен На самом деле Как Как всякая группа людей Достаточно большая Да То есть Там где три человека Там уже есть некий социум Вот Там где есть община Там тем более Есть всякие Такие вещи Которые Которые в общем-то Я являются Предметом исследования Социологов Я абсолютно ничего не понимаю В социологии Поэтому говорить О мессианском движении Вот с этой точки зрения Мне очень трудно Я еврей Я родился в еврейской семье Я себя всегда Ощущал евреем Я может быть Понимал больше или меньше О том Что значит быть евреем Вот Но никогда не переставал Им себя считать И поэтому Для меня Мессианское движение Это В общем-то Наверное Единственная опция Как я могу Будучи верующим Вешуа Не Расстаться Со своим еврейством То есть Для меня И то и другое Принципиально важно Для меня принципиально важно То что я верующий Вешуа И для меня Принципиально важно То что я еврей Я может быть Не очень хороший еврей По чьим-то Представлениям Вот Но тем не менее Вот я еврей И поэтому Не вижу себя Вне мессианского движения Но ведь беда в том Что Современное государство Израиль К сожалению Или не к сожалению У нас религия Не отделена От государства И Слово Еврей Жестко Ассоциируется С ортодоксальным Иудаизмом И если человек Уходит В любое Другое Иногда Некоторые Тратуют Даже Репармистский Иудаизм То его Сразу Автоматически Говорят Все он Своё еврейство Потерял То есть Даже не потерял Гражданство Пусть Если он здесь Это всё произошло Но Еврейство Потерял И вот так Трактуют Так а что Получается Ну что получается Я думаю Что нужно Давать себе Отчёт В том Что все вещи Они не статичны Они двигаются Куда-то В том числе Вот ситуация С ортодоксальным Иудаизмом В Израиле То есть Понятно Что Он очень крепко Тут сидит С самого Основания Государства И до его Основания Вот Понятно Что он Сейчас имеет Статус Практически Государственной Религии Это монополист Вот Но тем не менее Эту монополию Как мы видим Разные другие Течения иудаизма Пытаются расшатать И насколько успешно Это второй вопрос Да Но мы Видим Что эти попытки Они не прекращаются И они наоборот Только усиливаются Вот Я лично Это приветствую Естественно Да Потому что При всем уважении К ортодоксальному иудаизму То есть Я далёк от того Чтобы его Однозначно рисовать В чёрных красках Вот Но я не приветствую Нынешнюю ситуацию Когда ортодоксальный иудаизм Обладает монополией На 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 еврейскую веру На еврейство На еврейство вообще Как таковое Да То есть Вот Если ты хочешь узнать Как жить по-еврейски Пойди к ортодоксальному раввину Потому что реформисты И прогрессисты И все остальные Они на самом деле И ортодоксальный раввин Тебя скажет Они не евреи Ну как сейчас Вот недавно Показывали ролик в России Когда Проводили опросы Оказалось Что там 70% россиян Считают себя Православными Но на поверку Из этих 70% Только там Процентом 20-30 Верят вообще В существование Бога То есть Для них Некое равно Православие Равно русский Так и здесь у нас Получается Еврей равно Еврей-ортодокс А собственно Фашисты Не проверяли Принадлежность К той или иной Ветве иудаизма Евреи Хоть у тебя Портили Их вообще не интересовало Религиозный ты еврей Или Светский Или атеист Все Еврей Глазовая камера Конслагент Достаточно было По бабушке Или по дедушке По третьему поколению Поэтому я думаю Что очень принципиально Вопрос этот Поднимать И надеяться А есть все-таки надежда Что в государстве Израиль Рано или поздно Как вот У нас говорят Есть монополия В связи Там Безик наш Компания По услугам Телеком Связи Из-за которой У нас до сих пор Нет нормального интернета И вы дорогие друзья Можете Ведеть со сбоями Наши программы Вот То Будет ли Есть ли надежда Что так же Однажды Рухнет И вот Монополия В религиозной Ну кстати Вот с Безиком С нашей телефонной Компанией Очень хороший пример Потому что Она столько лет Была монополист И вот эту монополию Наконец-таки Расшатали И Устранили Благополучно Я думаю Что в общем Это некий тренд В нашем государстве То есть Вот эти монополистические Структуры Как в бизнесе Так и в религии Которые Изначально Были поставлены Очень крепко И успешно Стояли Долго Мне кажется Их начинают Расшатывать Надежда Есть Таким образом Ну если нам Время позволит Мы еще вернемся К политическим Аспектам Все-таки Сейчас о политике Говорить актуально Модно Ну и куда мы без нее Как кто-то Если я не шла Счерчить Говорю Если вы не интересуетесь Политикой Политика заинтересуется Вами Но мы Вернемся К богословским Темам И все-таки Церковь Или синагога Вот Недавно была Серия программ На нашем канале Твоя Где мы Говорили Вот Церковь Или Синагога Или мессианство Да Вот Если бы Жить там В Галутии В России В Украине В Беларуси Где-то Куда ходить-то В церковь или в синагогу А зачем Евреи жить в Галутии Таким не знающим Вы молчите Уже Давно пора ехать Нет Я Я провоцирую Такие Да Я провокационные вопросы Задаю встречные Но куда деваться Столько лет в Израиле Уже нельзя без этого Поэтому Но я думаю Что Это все очень индивидуально То есть Мне кажется Что Если есть здоровая Мессианская община То конечно Это Для еврея Который Осознает свое призвание Быть евреем Ведь тут Тут есть объективный Как в любом деле Да Есть объективный момент И субъективный момент Вот родился Вот человек евреем Да Угораздило Да Вот Вот живет он себе И при этом он Ну да Знает он Что он еврей Но Что ему Вот ему Ни холодно Ни горячо То есть Его этот Его этот факт Он абсолютно Для него ничего не значит Да То есть Земной шарик Ему видится абсолютно Круглым Никаких вот Особых точек На нем Нет Какая разница Где жить Ну вот Получилось так Что родился Ну не знаю В Украине В Грузии В Казахстане А могу жить И в Канаде И в Америке И в Германии И в Кении И в Нигерии То есть Шарик Да Куда их Бог зовет А с другой стороны Если ты открываешь Писание То там Достаточно ясно Написано Что если ты Еврей То есть Для тебя Обетование Обещание Божье О земле Что есть Какое-то время В истории Когда Бог Свой народ Соберет Вот Поэтому Если человек Живет Если еврей Живет Не в Израиле То вопрос В том На мой взгляд Насколько он Себя осознает Евреем В первую очередь И насколько Он осознает Своё призвание Жить по-еврейски Да То есть Это нельзя Человеку Мне кажется Навязать То есть Я не сторонник Того вообще Чтобы говорить Тебе надо Да То есть Тебе надо Ехать в Израиль То есть Понятно Что я задал Это провокационный вопрос Люди уже начали собирать чемодан Ох господи Что я сделал Все Больше так не буду То есть Я не люблю говорить Тебе надо Ехать в Израиль Да Ну кто я такой В конце концов У меня есть Библия У него есть Библия Там или у нее Вот Если мы верим Что Бог нам Через это Писание Как-то что-то говорит Давайте его читать Давайте смотреть А дальше Вот видишь ты это Или не видишь Но опять же Не я тебе буду Открывать глаза А Господь Бог Тебе будет открывать глаза Если ты видишь Что тебе надо жить Видишь Чувствуешь Не знаю как правильно сказать Что тебе надо жить Вот там где ты живешь Прекрасно Живи там где ты живешь Если ты действительно веришь Что это Бог Таким образом Тебе говорит Божья воля для тебя И если ты остаешься За пределами Израиля Опять таки Смотри Вот есть мессианские общины Есть христианские церкви Конечно Как я говорил По-моему в этой программе Когда ты Являешься членом Христианской церкви Твоя еврейская идентичность Не сохранится с гарантией Скажем так Тебе Если ты ее хочешь Конечно сохранить Продолжать себя считать евреем И жить по-еврейски То тебе будет это трудно Ну Вот как еврей Ты хочешь зажечь В пятницу вечером Свечи И для тебя есть Суббота А тут тебя Друзья Те говорят Слушай Давай что-нибудь другое Будем делать Суббота А вот день господня Будет воскресенье Вот у нас Декабрь на дворе 25 декабря Наш праздник Рождество А ты Куда В синагогу Свою пойдешь Хануку Будешь отмечать Что ты будешь делать Вот Будет такой раздрай Но опять же К этому нужно прийти К тому или иному решению Нужно прийти Ну это наверное Да Ну а все-таки У меня тоже все время Был актуален У всех евреев Актуален этот вопрос Каждый внутри Где-то понимает Что есть Маленькая страна Но ведь Учат о том Что Израиль Духовный Израиль Что в Библии Говорится О физическом Израиле Что можно сидеть Себе спокойно Там В узкоминогорске И это тоже Израиль Если ты ходишь В церкви Регулярно посещаешь Домашнюю группу Это ложь Или это что Ну я не верю Я не верю В духовный Израиль Вот так как ты это представляешь То есть так как Ну как никто Как люди Как люди Нет Как я понимаю Вот ты говоришь Что есть такие учения Да наверное есть такие учения Вот я просто давно уже их не слышал Ну я не верю конечно в эти учения Поэтому Все такие речи в писаниях идет О физическом Конечно Речь в писании идет Именно о земле Которую Господь Бог обещал Аврааму Нам не обещано государство На самом деле То есть нам обещана земля Вот это вот может быть будет точнее Тут мы сейчас Я не хочу ходить в политику И разбирать там Что такое государство И Нам обещана земля И нам обещано царство Божье На этой земле Вот А государство Это уже может быть там Какая-то форма Которая это царство Может Или не может Реализовываться В большей или меньшей Степени Вот То есть Конечно же Речь идет в первую очередь О земле Тут совершенно однозначно И люди которые Не хотят это увидеть Может быть они не понимают Что Господь Бог Он любит возиться В земле Что он не боится Там когда у него грязь под ногтями От земли Появится Ну мы живем уже в таком времени Когда люди Мало себе представляют Что это такое Ну да Когда-то были у всех огороды Там сады А сейчас на вопрос Не закатать ли нам закаток Идут в магазины покупают Конечно Зачем идти в магазин Через интернет делают закат Ну да И привозят там Посыльный принес Помидорчиков Водку ключницы сделал Ну а вот Такой вопрос Задает Владимир Горшков Один из наших зрителей Он сегодня Не знаю Смотрит ли нас онлайн Пишет Может будет Может нет Смотреть Но вчера он просил Задать этот вопрос Александр Как вы считаете В каких случаях Можно объявлять Об открытии Мессианской общины Какой Я не пойму до конца Что он имеет ввиду Это объявить Где В той церкви Где он находится Или на площади города Нет Но я не думаю Что он имеет ввиду Объявлять об открытии Мессианской общины На площади города Я думаю Он имеет ввиду Что Как я могу себе Это представить Да То есть Если он Если Этот человек в эфире То может быть Он прямо сейчас Живую Уточнит Что он имеет ввиду Но предположим Предположим Он имеет ввиду Что есть некая Группа людей Которые хотят Открыть Мессианскую общину И наверное Он спрашивает Когда это Имеет смысл делать Ну Затрудняюсь Опять таки Дать ответ на этот вопрос Потому что я Никогда в жизни Не открывал никаких общин Я совершенно Это не мой дар Открывать общины Хотя конечно Сколько я верующий Столько я в общине Но мне кажется Что Открывать общину Нужно в принципе Тут не вопрос Даже мессианскую Или Или Просто христианскую Открывать общину Нужно в первую очередь Тогда Когда У какой-то группы людей Есть Совершенно четкое Внутреннее Свидетельство Можно так сказать Да Ощущение Того Что вот Бог хочет Чтобы здесь В этом месте Была еще одна община Я бы подчеркнул Что это нужно делать На мой взгляд Крайне осторожно Почему Потому что Ну вот если посмотреть Скажем Новый завет Да То сколько мы видим Общин В каждом городе То есть Павел не пишет В Каринф Главное Главное Второе общение Второй баптистской церкви Да Там При всем уважении К баптистам Это абсолютно Не камень Ни в чьих Огород Там Можно Там Третью Пятидесятическую Взять Если Кого-то Заденет Да Например То есть Он пишет Общине города Каринф Или он пишет Общине города Эфес Или так далее Вот Это означает Что в его понимании Да Это не означает Мы видим Это просто в истории Да Что вот Есть один город Есть одна Поместная община То есть У тебя в принципе Как у верующего В те времена У тебя не было выбора Если ты верующий Ты понимаешь Что твое место Как верующий Человек Оно в общине А не просто Дома в своей Квартире Каморки Кельи Вот община Пожалуйста Вот в нашем городе Община Иди туда И поэтому Когда кто-то Мне говорит Что Вот Я вот Буду открывать Общину Окей Я понимаю Что мы живем Не в то время Да Вот Тело Ишо К великому сожалению Нынче разделено Вот И При всем нашем желании Видеть его единым Мы вряд ли Придем к тому единству Которое было изначально В новозаветные времена И поэтому Сегодня мы вот имеем Вот такую странную реальность Когда в одном городе Есть масса всяких общин Причем Ладно бы И там они были Предположим В одном В городе было бы Например Там Православная церковь Там Или православные церкви Относящиеся К одной епархии Потом там Какие-нибудь Римские католики Литеране Англикане И там Скажем Баптисты Пятидесятники И харизматы Да Так Есть Пятидесятники Такие И пятьдесятники Такие Есть харизматы Такие И есть харизматы Такие Есть баптисты Такие И такие Регистрированные Недорегистрированные Перерегистрированные И так далее То есть Казалось бы Люди Уже в принципе Они в общем-то Достаточно близки По своим Богословским воззрениям Да Никогда не забуду, как я однажды сидел за столом с двумя, это было здесь в Израиле с двумя пасторами. Один очень известный в свое время был, и он там пооткрывал кучу всяких церквей за пределами Израиля. А другой был пастор здешней общины, и вот тот большой человек его спросил про какую-то еще одну церковь в Хайфе. И он ему там что-то рассказывал, что это вот такая, такая, такая церковь. И он говорит, так они же, в общем-то, такие же, как вы. Он говорит, ну да. И тогда, значит, мой вот этот вот друг знаменитый спрашивает этого пастора, слушай, а что бы вам не объединиться? Вот ты бы видел вот эти вот округления, которые здесь произошло. Как объединиться? Что ты имеешь в виду? Ну да, ну а что вас, собственно, разделяет? То есть вот вы же верите в одно и то же, да? То есть вы такие же харизматы, как и эти. То есть оба пастора были харизматические, и третья церковь, о которой они говорили, тоже была харизматическая. Вот что вам мешает жить вместе? Вы же харизматы, по сути дела, да? То есть причем есть харизматы католики, а есть харизматы там пятидесятники, да, и протестанты. Так нет, и те, и другие были протестанты. Вот поэтому я говорю, что, да, вот живем мы в нынче в такой странный век, когда общины открываются, как грибы. Ну, иногда, наверное, это... Твои времена и его видят. Точно. И я вполне допускаю, что за этим стоит Господь Бог, который вот в наше время таким вот образом действует. Хотя мы этого не видим в Новом Завете, но времена другие. Господь Бог, наверное, приспосабливается к нашим слабостям, ограниченности нашей. И поэтому, если да, люди имеют ясное от него внутреннее водительство, причем не проверенное и так далее, и так далее, и тогда, наверное, имеет смысл это делать, быть послушным, скажем так, Богу. Теперь, если речь идет о мессианской общине, да, то здесь, может быть, я выскажу не совсем ортодоксальное мнение, но, насколько я понимаю, призвание мессианской общины, оно в первую очередь нести благую весть специфически конкретно народу Израиля, еврейскому народу, да. И поэтому эта инициативная группа, мне кажется, она должна очень четко это понимать, что эта община, которую они открывают, если она будет называться мессианской общиной, то это будет община в первую очередь для еврейской публики, для еврейских жителей этого города. То есть, понятно, что двери ни перед кем не закроются, вот, но в то же время, в то же время, я думаю, что они не должны быть вот уж так слишком широко открыты для всех желающих, потому что, как я говорил в какой-то, по-моему, как раз в этой программе, которую ты упомянул, община или церковь, есть масса людей в христианских церквях, которые просто недовольны, просто не могут прижиться, они обижены, они ранены, и мне их жаль, то есть, я говорю, это ни в коем случае не с осуждением, да, и им кажется, что вот оно, вот мессианское еврейство, вот это оно, то есть, вот тут наши корни. Да, конечно, корни, они в еврействе, но они не в мессианском еврействе, они в новом заветном еврействе, да, то есть, или там, в тех... В чем они? Это другой вопрос. Но это не значит, что твои корни, они в мессианское еврейское общение, это совсем не значит, что тебе нужно убегать из твоей христианской церкви, в открывающуюся в твоем городе мессианскую общину, искать там свое христианское, мессианское, какое угодно счастье и благословение. Ну, это просто тренд такой. Ехать, кипу одеть. Ну, а вот человек спрашивает тут вдогонку к предыдущему вопросу. Говорит, ну, так сегодня церковь – это духовный Израиль. Вот так некоторые считают. Владимир Ясногор пишет, возвращаясь к вопросу. Ну, у Владимира есть право на его мнение, что я могу сказать. Да, есть люди, которые так считают, ну, прекрасно. Может быть, Владимир тоже так считает, ну, окей. В чем вопрос? Время-то, да, но, наверное, я не понимаю. Он не как вопрос поставил, а как утверждение. Наверное, он ожидает от нас реплику. Типа, да, брат, аминь, проповедую, так и будешь жив. Или наоборот, да что за ереси ты тут нам рассказывал? Нет, ну, я думаю, что зрители телеканала «Азис Медиа», они знают, наверное, позицию тех, кто здесь выступает с какими-то заявлениями о том, что мы не считаем церковь духовным Израилем. Поэтому… Израиль есть, Израиль есть, церковь. Израиль мы нигде не видим, чтобы они так вот скрещивались. Как прививались одно к другому, да, но никак. Ну, и тут еще спрашивает Алекс Нитейксу, если я правильно произношу фамилию, если нет, прошу прощения. Спрашивает Александр, как вас найти в соцсетях, хотел пообщаться. Вот можно ли всем, кому угодно найти Александра Гольбинга в соцсети? И я не очень люблю общаться в соцсетях, на самом деле. То есть, другое дело, что если есть какой-то конкретный вопрос по тому материалу, который есть в моих программах, тогда там есть в Ютубе возможность писать комментарии и с удовольствием отвечу. Ну, я объясню, почему я такой асоциальный тип. Потому что, видите, дело в том, что вот, кстати, по вопросам, которые люди задают, я уже понимаю, что они задают, может быть, их не совсем по адресу. То есть, тот факт, что человек сидит перед камерой и записывает какие-то программы, и он живет в Израиле, не означает, что у него есть ответы на все вопросы. То есть, я совсем не хочу себя в таком виде позиционировать, потому что у меня больше у самого намного вопросов, чем ответов. Вот те ответы, которые я даю в своих программах, это лишь мои мнения, на самом деле. То есть, я очень редко делаю какие-то заявления, за которые я готов положить голову на плаху, потому что они, я их считаю, догмами. То есть, понятно, что такие заявления есть, у нас у каждого есть какие-то убеждения. Но вопрос о том, когда открывать общину, опять-таки, не ко мне вопрос. Комитет по делам людей. Это вопрос к человеку, который открывал когда-то в жизни общину, и он знает, как это делать, наверное. Это не моя компетенция, я всегда был только членом общины. И поэтому я не стремлюсь к активному общению в соцсетях. Я пытаюсь свое мнение представлять в своих программах по тем вопросам, по которым у меня есть мнение, которое я хочу высказать. То есть, если у меня нет мнения по какому-то вопросу, или я его не хочу высказывать, то я помалкиваю по этому вопросу. Ну и, соответственно, не хотел бы вступать в какие-то дискуссии. Так что, дорогие телезрители, пользуясь возможностью, задавайте вопросы Александру Гольберову, который у нас в гостях в нашей программе, и пишите их сейчас, пишите их потом. Мы будем их задавать. И вы можете также их задавать не в прямом эфире, а в офлайн. Я, насколько знаю, Александр обычно рассматривает вопросы под своими программами. и отвечает на них. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok